Эту катастрофу называют одной из самых страшных во все времена. В следующем году 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Наши журналисты пообщались с участниками ликвидации последствий аварии. Около тысячи из них живут в Одесском регионе и принимали участие в ликвидации. Подробности об этом у Татьяны Милимко. С тех страшных дней прошло уж 30 лет, как взрыв Чернобыльской покой нарушил. О радиации услышал белый свет, в смертельном воздухе, в воде и суше. Эти строки участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции Евгений Матвеев написал к 30-летию со дня того страшного события. Он пробыл в зоне 38 дней. Те воспоминания до сих пор свежи в памяти. Когда мы приехали туда, мы видели полную разруху. Я имею в виду, если взять поселки, то это были не жилые дома, ничего. Это скотина брошенная, это бездомные собаки, кошки, птицы, вороны. Очень крупные яблоки, грибы, просто большущих размеров. И все это стоит брошенное, потому что нельзя было никуда войти, потому что везде была все заражена, вся местность. Красивый молодой город Припять в одночасье стал ужасом для всего мира. Тепловой взрыв на Чернобыльской АЭС превратил его в зону отчуждения. Людей эвакуировали, животных бросили. Впоследствии они одичали и были ликвидированы. Радиация повлияла на все живое в округе. На окраине Припяти были парники. Они, по-моему, сейчас еще остались. И там вот ученые как раз следили за развитием вот этих растений. Имеется в виду огурцы, там цветочки и прочее. Вот как они, ну, говоря сегодняшним языком, мутируют в результате воздействия радиации. Эта работа проводилась долгое-долгое время. Вот, и я могу подтвердить, что в этих питомниках огурцы, вот те, которые своими глазами увидели, они достигали метра, полутора метров в длину. Мутантов я не встречал. Больше всего радиация повлияла на пожарных, которые первыми прибыли на место происшествия. У всех, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии, остались проблемы со здоровьем. Здоровых, вне зависимости от категории. Первая категория, вторая категория, третья. Есть инвалидность, нет инвалидности. Это все нездоровые люди. При максимально допустимой дозе радиации в 25 рентген было превышение в сотни раз. В колодцах я находил по 250. Вот пожарные, куда вставляют гидранты. Ну, я их, конечно, сразу закрывали, не давал там работать. То есть вот такие вот. И около четвертого блока вообще 600 рентген было. Ну, там на крыше еще больше радиации было в самом начале. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС одевались свинцовые костюмы. Зона отчуждения была 30 километров. Сегодня ее сузили до 10. Но специалисты говорят, катастрофа будет давать о себе знать еще несколько веков. Период полураспада лежит от 48 часов у йода и до тяжелых элементов порядка 500 лет. Поэтому говорить о том, что зона уже ах, хорошо, конечно, нельзя. И она еще будет долго не ах, хорошо. Истории людей, факты, о которых мало кто знает. Больше о катастрофе века смотрите в субботу в итогах с Еленой Крылатовой в 20.00. Татьяна Милимко, Алексей Барановский, 7 канал.